Всем солнышкам привет! Что, испугались? Нет, конечно! Всем сестренкам и всем братишкам привет! Сегодня мы поговорим о Ольге Михневич, она же Ольга Зайкина, 1989 года рождения. Это популярный бьюти-блогер под ником Red Otem. Привет, меня зовут Оля, я веду канал Оля Red Otem. И в рамках сегодняшней бьюти-битвы я хочу сделать классический макияж Грейс Келли. Это моя любимая актриса и просто невероятная красавица. И сейчас вы увидите, как я буду делать этот макияж. Известно, что ее видео выходит с большой скоростью. Это не может не задать нашу сегодняшнюю тему разговора. Начнем с того, что Ольга представляет собой очень милого человека на первый взгляд. Ольга имеет свой конкретный политический взгляд. И также известно, что она является коммунисткой. И тут у меня возникает вопрос. Много ли вы знаете добрых и милых коммунисток? Я вот лично не одной. Ольга окончила в 2011 году Московский педагогический университет по факультету социология. Также, по ее словам, она училась в МГУ на факультете журналистики. Но об этом нигде информации нет. Неизвестно даже сроки ее учебы там. Не раз она рассказывала о том, как тяжело ей было о том, что начала рано работать и зарабатывать себе на жизнь. Похоже на блогера Надалину Майя, если вы помните, которая тоже любит рассказывать о своих тяжелых временах в жизни и ранних трудностях в малом возрасте. Ольга раздавала листовки и даже была помощницей секретаря. Я очень рано начала работать по определенным причинам. То есть вот с 15 лет я начала подрабатывать. Я помню, как я работала курьером. Ужасная, ужасная просто работа тогда у меня была. И в 17 лет работала в банке. И снова возникает следующий вопрос. Если Оля говорит, что на первых трех курсах учебы нет времени вообще, то как она устроилась в достаточно востребованное место работать, да еще в несовершеннолетнем возрасте и без опыта. И думаю, что в гуманитарных университетах Москвы присутствует свободное посещение занятий. Даже если Ольга и работала в банке, то вряд ли на постоянной основе. Ну, скорее всего, как и она и говорила, на полставки. То есть пару раз в неделю, ну, максимум по полдня. В 2011 году в возрасте 22 лет она закончила университет. В 25 лет, по ее рассказам, она с мужем уехала жить в Таиланде. Ее муж работает удаленно, и она решила уволиться. Тем самым получается, что к 25 годам она уже не работала. Возникает опять-таки вопрос. Какой у нее мог быть огромный опыт работы за 30 годов? Именно про свой тяжелый труд и вообще про всю ситуацию со своей работой, опытом работы в банке она рассказала вот в этом интервью на YouTube-канале Семина. И тогда получается, что ее все эти рассказы вранье? Перейдем к ее видео на просторах YouTube. Как я уже сказала в начале, ее видео выпускается с большой скоростью. Интересно, успевает ли она оценивать качество той продукции, которую показывает? Любой бьюти-блогер перед тем, как показать какую-нибудь либо косметику, тестирует ее на себе. И делает это довольно долго. Ольга за раз умудряется снять 4 видео, она об этом сама и говорила. Как тогда она успевает протестировать все, что показывает? Ответ, к сожалению, умалчивает. Будем реалистами. По поводу ее политических взглядов у меня тут вообще миллион вопросов. Ольга поклонница и последовательница, скорее всего, того теоретического коммунизма, который описан в трудах Марка Энгельса. Ольга воспитана дедушкой, на рассказах которого она и выросла. Ну и серии «Сейчас все плохо», «Раньше было все замечательно» и вообще деревья были большими. Ольга также любит рассказать, как она помнит эти времена коммунизма. Напоминаю, Оля родилась в 89-м году. Какой коммунизм? Какой СССР? Уже ничего она не помнит. Она единственное, что помнит 90-е годы. Ну, это та же самая Россия, фактически, которая существует и сейчас. Я не знаю, в каких 90-х годах она росла, что раньше было замечательно, а сейчас просто кошмар. Я лично росла тоже в 90-х годах, и я помню, какой пиздец тогда был. Известно, что в прошлом году у Ольги случился скандал с другим блогером под ником Теодор Сикер. Все началось с того, что Теодор снял видео о некачественной работе Ольги с макияжем. Ольгу это, естественно, возмутило. Теодор прямо выставил ее работы полным разочарованием. Она просто не умеет красить. Обязательно между черным и серым цветом должно было быть какой-то там, я не знаю, знаете, перемежуточный оттенок. Должно было быть тот оттенок, который бы, знаете, сделал мягкий преуход между этих оттенков. Глаза соединила колхозно с бровями. Потом она поняла, что нет, у нее получается грязно. Она это намазюкала до прям волос. Также он говорил о том, что Ольга дает неправильную оценку продуктам и не умеет ими пользоваться. Ведь она не визажист, а просто любитель. Я считаю, что ничего нового он не сказал. Я свой адрес получил столько негатива, сколько не получал никогда. То есть, понимаешь, она это выставила так, что она такая невинная, несчастная, какой-то там накрашенный парень вышел и ее обидел. Вот, понимаешь. И как бы сказать, в то время это был реально какой-то хаос, так как я чего только не получил в свой адрес. Она дошла до того, что мне угрожали расправы жизнью, начали раскручивать мне дизлайки на это видео. В комментариях просто была какая-то одища. О некачественной работе Ольги говорил также Егор Андрюшин. А бьютиками... Ну, я не доверяю ее мнению. Вот, потому что в ее руках, как это сказать, так помягче. Иногда даже наносит какие-то продукты некорректно. Как продукт может работать, если его даже неправильно используют? Однократно вверяя людей о том, что она не умеет пользоваться половиной продуктов. Сама Оля начала войну почему-то только именно с Теодором, не замечая отрицательного мнения других блогеров. Козлы, 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 козлы. И всех расстрелать. Оля побежала в полицию писать заявление на Теодора. Она грозила затаскать его по судам и устроить Кузькину мать. Товарищ милиционер, ой, товарищ полиционер, вы же их точно найдете и точно накажете. Ну, вот этих бандитов точно найдете. Ой, не, не этого. Вот этого точно найдете и точно накажете. Да, блин, не, не этого. Вот этого точно найдете и точно накажете. Да, блин, да не этих, ну, блогеров и этих казнов. Конечно, накажем. Десять лет без правопереписки и профилактические расстрелы в обед и ужин. При этом, посмотрев тот ролик, можно увидеть, что оскорблений в сторону Ольги не было. Там говорилось только о критике в рамках бьюти-сообщества и не более того. Возможно, Теодор попал под горячую руку из-за того, что живет в России, а, допустим, Егор живет в Украине. Но в наше время это не имеет значения. Даже подать заявление на жителей Украины просто. Просто нужно нанять адвокатов и выписать им доверенность. Но это слишком сложно для достижения справедливости, по мнению Ольги. Ольгу в ролике больше возмутило мнение о том, что вся ее работа колхоз. После этого Оля написала пост со своим мнением и утверждала, что человек оскорбил ее как личность. Также Оля привела там фразу. Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. В нашем обществе есть странная штука. Со всех сторон кричат, это мое мнение, я так думаю, мое мне, я, я. Как будто в школе плохо учились и не знают, что свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Нельзя лгать, клеветать и оскорблять другого человека, прикрываясь своим мнением. Это так не работает в гражданском обществе. В гражданском обществе за свои слова и поступки придется отвечать. Я не могу понять, где были нарушены ее права и свободы в конкретном видео. Где та самая клевета по словам Оли? Если она закончила курсы Наталины Юрьевны, это еще не делает ее профессиональным визажистом. И кидать обиды просто в детский сад. Если даже на то пошло, то в конституции почти всех стран, возможно, кроме Северной Кореи, такого закона, который звучит как «свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого», я не нашла. Это просто популизм. Из всех разборок и угроз в судоме поняла, что Ольга не умеет принимать чужое мнение о других. В свою сторону. Все мы люди и каждый имеет при себе свое мнение. Неважно, негативное оно или положительное. Каждый человек вправе высказать свое мнение, тем более уж на ютюбе. И оскорблений к Ольге как личности не было. Если ее мнение не сходится с вашим, она считает это оскорблением. Ну, не новости. Многие блогеры подвергаются общественному мнению. Как со стороны других блогеров, так и со стороны общества в целом, но и, конечно, комментаторов. Но они не бегут писать заявление в полицию и кричать «спасите, помогите меня!» оскорбили. Ольга часто выделяет комментаторов и хейтеров. Как, например, на интервью у Семина. Например, те, кто пишет, что советский строй был кровавым режимом. Естественно, Ольга не согласна с этим. Также в интервью с Семиным она сказала такую вещь, что она не писала сочинения по архипелагу «Лаг». Ну, я надеюсь, она его хотя бы прочитала. Писать или не писать – это как бы право любого человека. Но если бы она была в то светлое коммунистическое время, когда от отказа написать сочинения по школьной программе грозила сильными разборками, которые сильно, кстати, влияют на детскую психику, то я бы посмотрела, как Ольга говорила бы в этом случае. А так она выросла уже в более-менее демократическом строе, где она могла отказываться от написания того или иного сочинения, кстати. Если говорить про саму книгу «Архипелагу Лаг», то я уверена, что Ольга ее прочла, и это важно. Так как она себя считает читающим человеком и даже писателем. Эта книга имеет много спорных моментов. Но в целом она рассказывает, что творилось в 30-х годах прошлого века в стране, которая уже не существует, а то есть СССР. Книга хорошо показывает, что за все время существования ГУЛАГа через него прошло более 20 миллионов человек. Советский Союз был режимом помимо диктатуры, он был также полицейским государством, с бесконечными лагерями и тюрмами, а также еще с огромным количеством жертв. Мрачно, да? И даже комментаторы Ольги пишут ей о этих жертвах в комментариях. Я опять вернусь к интервью Семину, потому что она для меня была очень показательной. И именно в этом интервью Ольга опять упомянула про этих комментаторов. Она неоднократно говорила о том, что не имеет смысла с ними вести дискуссию. Книжным был такой момент, когда я рассказывала про Красную книжицу Мао Цзэдуна. И там были комментарии, что как же ж миллионы убитых, ты вообще про что, ты же совесть-то не имеешь? Интересно узнать, что ты отвечала, потому что это вопрос о цене прогресса, о репрессиях, о костях, по которым катилась советская цивилизация. Я предпочитаю не отвечать на такие комментарии. Все это заканчивается всегда только одним, что тебе скажут, что это мое мнение. А у меня там, а у меня деда раскулачивает. Удивительно, что Ольга позволяет разговаривать и ерничать на эту тему. Давайте теперь откинем в сторону безликих комментаторов и окунемся в мою реальность. Моего прадеда расстреляли в 1938 году. И через три дня после ареста, и без суда и следствия, кстати. Я могу представить копию выписки с протокола приговора. После расстрела отобрали все имущество. Ну а как иначе? Я надеюсь, вы неплохо учились в школе и помните историю, а точнее, что творилось в 1917 году в той вот постцарской России. Эту, как ее, переписку Энгельса с этим, как его дьявола, с Каутским. Да не согласен я. Что, с Энгельсом или с Каутским? С обоими. Взять все, да и поделить. Так я и думал. Именно это я и полагал. А вы и способ знаете. Да какой тот способ? Дело не хитрое. А то что ж, один в семи комнатах расселился, штанов у него сорок пар, а другой по помойкам шляется, питание ищет. Отобрать у богатых и раздать бедным. Оля, я хочу тебя разочаровать. По меркам современной России и с твоими доходами от Ютуба ты являешься богатый. Я буду рада, если Оля вступит со мной в полемику по поводу этого видео, по поводу судов и вот этого всего зашквара, который она устроила в прошлом году, бегая по полиции. Писать заявление на блогера, который сказал о тебе не то, что ты хотела услышать, это такой же зашквар, как кидать страйки. На сегодня это все. Я с удовольствием почитаю ваше мнение в комментариях под этим видео. Также не забывайте переходить по ссылке в мой телеграм-канал, потому что все самое интересное и все самое бесцензурное происходит именно там. Ну и не забывайте про мой инстаграм, потому что мне будет очень интересно посмотреть, кто же на меня подписывается. На сегодня это все. Всем сестренкам, всем братишкам, пока! Субтитры сделал DimaTorzok